знаете говорят что зеленый это цвет гармонии и равновесия в моем случае этот цвет яда которым я плююсь всем привет ребят с вами снова я это не лайк это очередное видео на моем канале это что у нас сегодня правильно очередное потрясающее видео по названию которого вы наверняка догадались о чем мы с вами говорить а говорить мы будем про вашу любимую рубрику книжный тик ток и если вы забыли что это за рубрика то это та самая рубрика в которой вы мне присылаете тик токи на книжную или около книжную тематику мы их рассматриваем обсуждаем и конечно же реагируем на них а также пытаемся понять что что там такого происходит на этой книжной стороне тик тока поэтому если вы готовы окунуться в то во что мы будем сегодня окунаться то давайте начнем но перед тем как мы с вами начнем я хочу вам быстренько кое о чем рассказать знаете у меня как у вас наверняка бывает огромное количество рутинных дел которые я уже если честно делаю на автомате например когда я убирался перебирал книги или ехал по делам я обычно слушал музыку но мне это уже надоело собственно поэтому я теперь смотрю и слушаю лекции и курсы чтобы во время рутины подцепить для себя что-то интересное а курсы я прохожу в правом полушарии интроверта это инстаплатформа с курсами summary в которой эксперты упаковывают свои знания и многолетний опыт это готовое мнение по любому вопросу от истории до литературы лекции там небольшие примерно по 20 минут и вы точно не успеете заскучать потому что лекторы все довольно бодренько вам рассказывают очень удобно то что лекции можно смотреть с любого устройства а также есть фоновый режим и можно слушать лекции как подкаст или аудиокнигу вообще подписка на все курсы стоит 300 рублей и я считаю что это очень даже отлично но у меня для вас есть подарок от интровертов это промокод энтони на бесплатную подписку на 30 дней для новых пользователей поэтому можете применить ее на сайте я вот например уже начал слушать курс по литературе и искусств 20 века и думаю что вы тоже знаете для себя то что вам понравится а заодно и проведите свободное время с пользой и интересом и главное не забудьте использовать мой промокод энтони на 30 дней бесплатной подписки для новых пользователей поэтому мяточки обязательно переходите по ссылке в описании внизу или сканируйте появишься на экране qr-код чтобы выбрать себе лекцию или курс по душе уже сейчас ну а если вам не за это вы можете отписаться конечно же но я сначала советую попробовать почувствовать и уже насладиться как раз таки чем-то прекрасным полезным и интересным именно для вас ну а если вы готовы то давайте продолжим это видео итак собственно мои замечательные прекрасные чудесные добрые волшебные невозмутимые ничем даже теми самыми горячими сценами в книгах да и в чем угодно люди я очень рад вас здесь видеть спасибо что присоединились к этому видео как обычно мы с вами по традиции рубрики книжный тик ток раз в месяцок собираемся чтобы посмотреть эти самые книжные тик токи которые мне присылаете за что огромнейшее спасибо потому что именно вы держите эту рубрику на плаву и она существует исключительно благодаря вашим усилиям поэтому еще раз вам огромное спасибо естественно что я не знаю что нас ожидает впереди но надеюсь что это будет а интересно б кринжово и цепь весело поэтому я думаю что раз уж прошел очередной месяц давайте погрузимся в книжные тик токи мне хочется сказать давайте погрузимся в этот кринж дерьмище и все остальное но иногда бывает по-другому иногда будет что-то приятное никогда не стоит загадывать наперед потому что когда загадываешь наперед то случаются не самые хорошие вещи поэтому давайте начнем с первого тик тока слушайте я не знаю насколько для вас это стало проблемой но с тех пор как появился очень короткий по длительности контент то есть тик ток рилсы шортсы и многие другие видео которые идут буквально в пределах 15 секунд наше внимание очень сильно сузилась назовем это так потому что например даже фильмы которые идут длиннее чем полтора часа смотреть как будто бы стало сложно я помню у меня был какой-то период времени когда я отрывки из фильма смотрел в тик токи чтобы понимали и на фоне что-то еще там показывали и я думаю я не могу что ли фильм посмотреть полутора часовой потому что что потому что все мое внимание уделяется видосом по 15 секунд но такое бывает когда например ты слишком много этого контента потребляешь то есть например да ты постоянно листаешь тик токи у тебя есть выбор пролистнуть то что тебе не нравится и просто идти дальше однако когда дело доходит до чтения у меня вот возникает и на такое ощущение когда особенно если я читаю книгу для обзора поверьте мне это бывает очень тяжело продираться сквозь такие книги особенно если это какая-то кринжовая порнуха надеюсь мы сегодня с таким столкнемся потому что естественно рубрика когда я зачитываю что-то и зачастую это что-то это что-то 18 плюс но несу дело когда я читаю книги например для обзоров очень хочется отвлечься потому что я уже не выдерживаю этого кринжа мне хочется спрятаться и поплакать но я да вот даже заметил что если я читаю книгу для себя то возникает ощущение посмотреть что не в телефоне как-то забить время хотя я вроде бы наслаждаюсь чтением я не понимаю почему это происходит на самом-то деле это грустно это тяжело понимать и осознавать потому что если так подумать то раньше я действительно мог читать книги часами а сейчас что произошло непонятно деградируем дамы и господа давайте еще немножечко подеградируем и перейдем к следующему тик току это мне в новинку я такого еще ни разу не испытывал подождите это что было адекватность я обожаю когда вы делаете из меня какие-то мемы потому что я считаю что я достаточно хороший мемный материал вот мама говорила что я ничего не добью из жизни а я стал настоящим материалом для мемов куда катится моя жизнь не знаю но это очень весело так вот да во первых начнем с того что как раз таки нам преподнес этот тик ток а это именно информация по поводу аниме и манги и других таких вещей которые раньше читались достаточно позорными потому что например недавно я был в санкт-петербурге зашел я в магазины как раз таки которые были посвящены манге целиком каким-то фигуркам по аниме персонажем костюм для косплея и многим другим таким вещам я вспоминаю что когда я рос и когда аниме относительно было популярно но за это особо не жаловали на самом-то деле другие люди потому что я считаю тебя странным если смотрел аниме а сейчас это как будто бы часть культуры которой наслаждаются многие люди несмотря на то что да до сих пор мангу они мы порицают но это стало более общепринято то есть даже всевозможные косплеи и какие-то другие вещи связанные именно с творчеством и любовью к аниме манги и другим азиатским как раз таки вещам в этой сфере знаете это очень классно потому что подростки могут без какого-либо постоянного издевательства над ними смотреть аниме которое им нравится потому что его тоже смотрят очень многие мне кажется что из-за того что это все вылилось в мейнстрим стало жить немножечко легче до анимешникам и поклонникам подобных вещей потому что вот если так посмотреть то действительно десяток лет назад за это могли побить сейчас возможно тоже но по-моему можно уже дать сдачи насколько я знаю раньше такое да не особо любили потому что когда вот я рос я смотрел наруто я смотрел покемона с лармон и многие другие такие более старые аниме и честно вам хочу сказать нигде я об этом не говорил было стыдно признать такое сейчас я говорю что да я смотрю аниме постоянно то есть сейчас бензопила атака титанов там черный клевер магическая битва и так далее и тому подобное все это я уже посмотрел и не стесняюсь этого еще я слушаю кей-поп сука и смотрю дарамы чтобы вы знали вот и я этого не стесняюсь знаете почему потому что я всем этим наслаждаюсь а то чем я наслаждаюсь я этого не стесняюсь ОГАК и не о чем с тобой говорить если ты не читал эти четыре книги хорошо нам не о чем говорить тогда я перечитываю сотни раз крэг брейдон божественная матрица это основа основ это тоненькая книжка которая дает тебе представление о том как творить свою реальность жан ледлов как вырастить ребенка счастливым неожиданно не всем же нужно расти детей всем потому что ты сам ребенок там описано то как нужно опираться на свою интуиции при взаимодействии с этими маленькими людьми майкл ньютон путешествие души ну это ты наверное читал там очень просто о важном о том куда попадает душа между жизнями ну и последнее самое важное эрик фром искусство любить там написано сложно но там написано о важном вы прекрасно знаете каким образом я отношусь к подобным просветителям информации которая берется из очень странных книг по саморазвитию мотивации которые на самом деле рассказывают о том что души перемещаются из матрицы в матрицу хоть какие-то в порталы там рептилоиды и все остальное и так далее и тому подобное я такое не люблю потому что опять же таки это все один большой инфа-бизнес вам будут продавать эти курсы до конца ваших дней пока вы от них не устанете или не сдохните во время прохождения одного из них но проблема в том что как раз таки в этом ролике концовку я его обрезал там было вот это вот невероятное предложение перейти туда-то получить какой-то гайд получить какой-то список получить что-то еще вдохновиться зарядиться и плыть по потоку ресурсу и так далее и тому подобное все это я не люблю я в это не верю я это отрицаю всем своим существованием потому что мы все прекрасно знаем как это заканчивается для блиновской это закончилось хуёво очевидно для других посмотрим но на самом-то деле все перечисленные книги они мне кажутся не очень полезными опять же по моему мнению потому что фром пишет не для всех то есть это очень сложно написано литературу тут я соглашусь это непонятно для большинства наверное будет потому что ну к таким книгам нужно подступаться заранее знаю чего там ждать внутри и я фрома не очень-то тоже люблю мне больше нравится другие классические произведения назовем это так но опять же таки книга про взращивание внутреннего ребенка звучит неплохо хотя на такой счет у меня тоже есть другие книги которые написаны профессиональными специалистами да а вот матрица души всякие переходы между мирами и так далее и тому подобное вы можете верить во что хотите честное слово я вас не осуждаю тем более кто я такой что вас осуждать за то что вы возможно верите во все что угодно я вот верю в то что жизнь на других планетах существует мне кажется что вполне логичный довод потому что например это не зеленые человечки которых мы представляем при упоминании инопланетян но опять же вселенная она огромная поэтому предполагать что мы единственная населенная планета так скажем это странно потому что жизнь она есть в разных формах да то есть это могут быть даже бактерии какие-нибудь которые живут на планете которые находятся в совершенно иной солнечной системе очень очень далеко мы об этом знать не можем потому что ну космос еще настолько сильно не изведали однако я не очень верю в переселение душ там во всевозможные реинкарнации и прочие вещи и меня это достаточно сильно напрягает потому что зачастую если бы это все сводилось к каким-то другим вещам они продажи инфа курсов и других инфо цыганческих предметов я бы наверное по-другому относился но вот эти все слетали на бали просветились охуели от жизни и теперь продают это за бешеные бабки не люблю такое но я бы сделан ира целый выпуск книжного тик-тока вот как раз таки про вот таких вот гуру и их книжные советы потому что мне кажется что это очень забавно как вы думаете стоит такое делать я щас трусы вообще сниму нахуй внимание блять на этом тик-токе написано что он сделал когда понял что был неправ и зря ее чмырил вы ибал ее шоколадным батончикам какого хуя блять Я не могу понять, а у меня инсульт или истерика, или всё сразу Давайте почитаем, ознакомимся, так скажем, с текстом Я чувствую, как меня что-то проталкивает И думаю Господи, о господи Во мне шоколадный батончик Это так мерзко и пошло, что хочется плинуть ему в лицо Но остаётся лишь трепетать от удовольствия и сжимать мышцами шоколадку Как думаешь, есть зерно правды в этой сплетне? Теперь Мэл почти касается меня губами Я чувствую, как трусь возбуждёнными сосками о его тело Дыхание сбилось, я почти задыхаюсь Ощущение, будто вешу над краем чего-то огромного Будто я никогда не стану прежним Я бы тоже не был прежним, если бы меня выебали шоколадкой Думаю, начинаю говорить я Он водит батончиком туда-сюда Погружая его глубже и быстрее А я крепко зажмуриваюсь и ненавижу себя Потому что вот-вот кончу Я ненавижу это говно Вы меня, конечно, простите но это... Батончик в Песне Господи блять, какой ужас Чувак взял сникерс и выебал девушку Баунти... райское наслаждение Я не понимаю, как после этого продолжать видео, если честно Мне будто самого только что шоколадкой выебали У меня много вопросов Во-первых, какого хуя Во-вторых, что, блядь И в-третьих, я хочу сделать на этом обзор Я не знаю, почему мне так смешно Хотя мне кажется, что мне очень плохо Я честно не знаю, что это за книга Но, если вы вдруг ее читали Или предполагаете, что знаете, что это за книга Напишите в комментариях Я прочитаю это и сделаю обзор Пожалуйста, мне кажется, нам это нужно Такого я, блядь, еще не видел Если честно, я сейчас пребываю в легком охуевании От того, что прочитал Но Мне кажется, что это, во-первых, очень странная какая-то сексуальная фантазия Потому что, опять же таки, шоколадные батончики Они, ну, в упаковке И вряд ли вам Как Девушкам, да? Потому что там, все-таки Девушку Батончикам Вряд ли это было бы приятно Как мне лично кажется Плюс Я не знаю, была ли там какая-то смазка Бля, но это батончик в вагине Алло! Никому не кажется, что это полный долбоебизм И тем более антисанитария Мало ли, где был этот батончик Что за хуйта? Я не помню, чтобы я говорил подобное Но, опять же таки Большая часть критики в сторону книг Ли и Стефи Идет, конечно же, от меня и от моего мнения Я это прекрасно знаю и признаю Потому что, опять же таки Это одни из самых популярных обзоров на моем канале И многие знают про эти книги И то, как я от них Назовем так Это не в восторге Именно благодаря видео Но, опять же таки Проблема с ее персонажами не в том, что они Не чувствуют какие-то эмоции Или же чувствуют их Проблема в том, что это очень однобокий И, по сути, картонные персонажи Которые мало развиваются в ходе сюжета Они очень пассивные Они, вот, напоминают мне, если честно Анастейшу Стилл, да Из 50 оттенков Потому что Это персонаж, который, по сути, практически ничего не делает Но при этом к его ногам Приносит весь сюжет И все остальное Над чем, по сути, персонаж должен работать И получать это впоследствии, как раз таки Прохождение этого сюжета Но у Ли и Стефи есть проблема Именно с персонажами Во-первых, их дохуя И, во-вторых, они очень карикатурные И при этом Стереотипные зачастую И мало от них, что можно получить взамен Но это все, естественно, прорабатывается И нарабатывается с опытом Потому что написать хорошего персонажа Тоже нужно уметь, естественно Потому что это не какая-то, знаете, ситуация Когда ты можешь просто взять Красивого паренька Наделить его всеми обычными качествами Которые присущи как раз таки Бэтбоям из книжек И сказать Ну, это охуенный персонаж Нет Персонажи должны проходить Определенной метаморфозой У них должен быть свой сюжет Параллельный сюжет как раз таки Того, что происходит в книге У них должно быть развитие Мотивация и многие другие вещи Но Это все можно найти в интернете И как раз таки оттуда списать И сказать Бля, спасибо большое Интернету за то, что ты существуешь Потому что все-таки Над книгами Нужно очень долго работать Иногда тебе не хватает Как автору опыта Чтобы это все прописать И ты пишешь то, что чувствуешь И у многих авторов Которые начинают с фатпада Например, или других сайтов Которые базируются на фанфикшене Есть такой момент Что они плохо прорабатывают персонажей Потому что им больше интересно Двигать сюжет Таким, каким они его представляют У себя в голове То есть, естественно Что Здесь уже Получается, что Персонажи Ну, они могут чувствовать эмоции Но проблема в том Что эти эмоции Никаким образом Не будут влиять на читателя Потому что ты не понимаешь А откуда вообще все это берется Если, ну, персонаж по сути статичный Кстати, вы мне в последнее время Очень часто пишите По поводу того Что мне нужно снять реакцию На сериал Ли Стефи и Ален Дуэль Я Честно признаюсь Видел только пару видео Поэтому не сильно вникал Но Вам как будто Очень хочется Чтобы я это посмотрел И прокомментировал Возможно стоит Если вы хотите Чтобы это было Каким-то актуальным видео Которое будет существовать на канале Обязательно отпишитесь в комментариях Потому что я буду ждать Потому что именно по комментариям И вашим мнением Я базирую как раз таки Весь контент на канале И снимаю какие-то обзоры Реакции И многие другие вещи Поэтому мне очень важно знать То, что вы думаете И хотите посмотреть Опять же таки повторюсь Я очень радуюсь Когда становлюсь для вас Мемом И какой-то, знаете Жизненной реакцией На определенные ситуации Потому что Когда люди вспоминают Какой-либо книжный кринж На ум Как мне кажется Всегда приходит Какая-либо моя реакция Связана С тем, как я ору Но Вы уже в этом убедились Сегодня, когда мы с вами Зачитали отрывок Про шоколадный батончик Мне действительно интересно Начнуется книга Я хочу Посмотреть на это Своими глазами Надеюсь Они не вытекут После этого В чем я сильно сомневаюсь Вообще Меня действительно Невероятно сильно Радует тот факт Что вы используете То, что я делаю В каких-то вот таких Прекрасных целях Когда создаете эдиты Или какие-то смешные видео Или многие другие вещи Потому что Это показывает мне Насколько вы сильно вовлечены И то, что вас радует То, что я создаю Потому что Например, опять же На личных встречах Очень часто Многие из вас подходят И говорят мне Что я вытянул вас Из депрессии И помог Какой-то тяжелый период жизни И я понимаю Что для вас Видео, которое я создаю Это такой небольшой Островок спокойствия Уюта, тепла И самое главное Радости Которым вы пользуетесь Когда вам Нужно пережить Какие-то тяжелые моменты В жизни И для меня Это самая большая Благодарность Потому что Если то, что я создаю Может помогать людям Это действительно прекрасно Поэтому я, как всегда Вам действительно Очень сильно благодарен И за все, что вы делаете За ваши комментарии За ваши лайки За ваше внимание Конечно же За ваши подарки Которые я прошу не дарить Но мне буквально сегодня Привезли из Питера По-моему 8 или 10 коробок С вашими подарками Поэтому Если вы хотите Чтобы я снял распаковку В ближайшее время То обязательно пишите Я действительно Этим займусь И, конечно же Я всегда рад Любому вашему Присутствию Рядом со мной Я выбираю книгу Только по интересному сюжету Тем временем Сюжет Опа Она Наша любимая рубрика Ансель Ублажал губами Именно так Как велел Лоран В точности Выполняя его Неторопливые команды А еще Мастерски Сбавлял обороты На самом подступе К пику Дэймон Привык получать Удовольствие Когда пожелает Касаться Где пожелает Делать с партнером То, что пожелает Досада Нарастала Его держали На пике Упорно Не давая Разрядки Подавленное Наслаждение Ощущалось Каждой Клеточкой Тела Воздух Холодящий Разгоряченную Кожу И голова Между ног Были лишь Частью Единого Целого Включавшего Также Осознание Того Где он И кто Сидит Рядом Вот это Нихуя Себе Продолжим Возьми Глубже Велел Лоран Из груди У Дэймона Вырвался Судорожный Выдох Едва Его член Скользнул В теплую Влагу Чужого Рта Ансель Был Искусно Обучен И рвотный Рефлекс У него Отсутствовал Дэймон Эта книга Называется Плененный Принц И она У меня Есть На пол Я даже Вижу Ее Отсюда Я не знал Что у меня Такое Даже есть На самом То деле И теперь Мне интересно Узнать Что там Такого Происходит Раз уж Сюжет Застопорился На таком Интригующем Моменте Назовем это Так Но На самом То деле Написано Довольно Приятно Что Прикольно Это не Пошло Именно В той Степени В которой Мы обычно Читаем Вот Подобные Сцены Когда Там Ты моя Грязная Киска Ты моя Шлюшка И так далее И тому подобное А здесь Как будто бы Это эротично И даже Горячо И в целом Как будто бы Имеет место быть На самом То деле И если уж Как раз таки Говорить про Сцены 18 Плюс Это было Довольно Неплохо На самом То деле Мне Конечно Не то чтобы Хочется читать Дальше Потому что Я не любитель На самом Деле Но Это Видимо Крепкая Мужская дружба Это была Читали ли вы Эту книгу И как она вам Понравилась ли Какой там сюжет Есть ли он там вообще Или там в основном Только Как раз таки Сцены Крепкой Мужской Дружбы Назовем это так И Естественно Буду ждать Ваших Рекомендаций По поводу Других обзоров Потому что Я не знаю Можно ли На такое Делать обзоры Но может У вас есть На примете Другие книги На которые Вы хотите Чтобы я снял Обзор Мне это видео Довольно часто Пересылали Возможно Оно завирусилось В тиктоке Или в какой-либо Другой соцсети И знаете Я изначально Не собирался На него отвечать Потому что Ну какой смысл Я знаю Что я не могу Нравится всем И каждому Я же не Слиток золота Или не Стодолларовая купюра Правильно Потому что Ну все-таки У меня есть свое мнение Которое довольно часто Отличается От мнения большинства Особенно что касается Книг Или других Вещей Которые касаются Предметов Индустрии Развлечений Да будь то Фильмы Сериалы И многие другие Вещи Но Я хочу сказать Что Я не понимаю Опять же Такие Подобные критики В свой адрес Не потому что Я весь такой Нарцисс Который Считает себя Самым лучшим Но В своей голове Я действительно Самый лучший Чтобы вы понимали Это возможно Не соответствует Реальности Но У себя в голове Я действительно Самый потрясающий Самый охуенный И могу все на свете Однако Это больше Момент Самой мотивации Но Когда дело Доходит до критики Книг Я всегда Говорю Что это Моя позиция Мое мнение И то Как я вижу Определенную литературу Естественно Что с течением Времени Мои обзоры Они стали Гораздо Более Шире В плане Литературных Горизонтов Потому что Я прохожу Какие-то курсы Узнаю новую информацию Смотрю Опять же На точку зрения Автора И его аудиторию Которая читает Книги И возможно Я чего-то Не улавливаю И стараюсь Подать информацию Как можно Более Обширно Правильно? Правильно Но Я всегда говорю Что это Мое мнение Это то Как я вижу Книгу За которую Я заплатил И имею право По поводу Нее высказаться Но опять же Если Как многие говорят Стрелочка Не поворачивается Я могу Задать тот же вопрос Почему Издательства Делают книги Плохого качества Продают их За огромные бабки Не проводят Над рукописью Никакой работы А авторы Могут позволить Себе писать Хуёво А мы должны Всё это Что глотать Что ли И покупать Это Нет Я могу Высказать Своё мнение По этому поводу Почему Я не могу Этого сделать Мне интересно Знать А по поводу Того Что я нарцисс Я бы не сказал Что я нарцисс На самом деле Я больше Такой В сторону Эгоцентричности Потому что Да Я ставлю себя На первое место Потому что Мне кажется Что это очень важно Потому что Я большую часть Своей жизни Делал то Что хотят Другие люди Как-то пытался Под них подстроиться Под то Что им нравится Очень многие годы На ютюбе Я тоже пытался Делать то Что многим нравится Попадать в какие-то Тренды И так далее И тому подобное Сейчас я это уже не делаю Я делаю то Что мне нравится И это конечно же Радует вас И меня это действительно Радует тоже Очень сильно Как я уже говорил Можество раз Но Книги не должны Соответствовать тому Что я про них говорю Знаете Если взять все мои Обзоры воедино И написать по ним Идеальную книгу Для Энтони Голая То 90% того Что я посчитаю Скучной И она мне не понравится Но Я критикую книги В развлекательной форме Отмечаю какие-то Неадекватные моменты И говорю про плюсы И позитивные вещи Если они имеются Если их не имеются Ну блять Это не моя вина Что вы хуево написали Алло Может мы уже научимся Писать предложения Хотя бы правильно Думаю проблема Не во мне Как мне кажется Бывают книги К которым я отношусь Достаточно более резко Чем к другим Особенно Это книги Каких-либо Инфо-цыганы Или Людей Которые пытаются Нам всунуть Информацию Которую можно Легко найти в интернете И подать ее Под каким-то Невероятным методом Уникальным Для их книги Как вы видели Например в обзоре На Кошки не бегают За собаками На подобные мнения И видео я не обижаюсь Потому что они Имеют место быть Я повторюсь Не могу нравиться Всем подряд Главное Что я нравлюсь вам Это самое важное Но Естественно Что если вам нравится Какая-то книга И мое мнение Противоположно Тому что вы думаете Про нее Вам наверняка Может быть неприятно То что я скажу Но это не значит Что это неправда Мы все любим Какие-то вещи Которые Не самого адекватного Качества Да Это какой-то плохой Фильм Или абсолютно Глупый сериал Или непригодная Для чтения книга Да Которой Вряд ли Можно присудить Премию Пуллицеров А говорить Что я какой-то Плохой Капризный И так далее И тому подобное Нет Я не считаю себя Таковым Да естественно Что к каким-то вещам Особенно которые касаются Литературы Я отношусь Немножечко По-снопски Но Это мое мнение Я не заставляю К нему прислушиваться Оно не самое важное В мире Я просто его даю И Посыпаю Развлекательным Соусом А вы уже решаете Нравится вам это Или нет Вот в целом И все И Попускаться до каких-то Оскорблений Обзывательств Ну зачем нам это Нам такое не нужно Потому что Столько дерьмища В мире существует Которую мы можем Разбирать Хоть следующие Десять лет Поэтому Я Никуда Уходить не собираюсь Буду продолжить Радовать вас контентом Сколько у меня Будет сил на это Надеюсь долго Вот И Надеюсь что вы Будете оставаться Со мной Ну а что там Кто говорит Ну это уже не важно Потому что Ну Не важно что говорят Крысы Засшеною кисы Тем более Вот такой Который не бегает За собаками Блять очевидно Я отпущу ситуацию С Метафорами на киске Когда-нибудь Возможно Когда найду книгу Про Шоколадный батончик Найдите мне эту книгу Я хочу Это прочитать И да ребята Сегодня у меня все Я надеюсь вам понравилось Это видео И если да То я очень этому Рад Спасибо что все еще мне Смотрите Я вас очень сильно Люблю И хочу чтобы вы нам знали Каждый мотивов день Не забывайте Создать свои комментарии Потому что что Правильный комментарий Лучше лайка Но и лайк Тоже можно поставить А еще Ваше мнение должно быть У Слыша Какое-то видео Какое из сегодняшних Просмотренных нам Тиктоков вам понравился Не понравился Или запомнился Больше всего Аж настолько сильно Что вы хотите Оставить по его поводу Комментарии Которые кстати Всегда открыты Внизу Поэтому оставляйте Их обязательно Потому что Каждый из них Для меня На вес золота И мне очень нравится Их читать Ну и грех Не воспользоваться Такой замечательной Возможностью И оставить для меня Парочку замечательных Строк С вами был я Энтони Лайк Главное помнить Оставь верю в себе Зачем всех В ваших начинаниях Я вас очень сильно люблю Скучаю по вам каждый день И надеюсь Что мои видео Проносят в вашу жизнь Исключительно положительные Эмоции Вы также можете Подписаться на него Всех доступных Или недоступных В соцсетях И тем самым Поддержать А я буду рад Вас увидеть Именно там Не забывайте об этом А еще наш мерч Are you lost With the girl И умеешь думать Подумай Доступны для вас По ссылкам в описании Внизу Я как раз таки В нем сейчас сижу И пью тоже из него Поэтому Как говорится То что продаю Сам пользуюсь этим Поэтому Порадуйте себя И своих близких Каким-то замечательным подарком Вы можете выбрать Все что угодно Там есть и закладки Есть и обложки на паспорт Есть вот такие Потрясающие свитшоты Есть футболки Есть шоперы Все что угодно Поэтому обязательно Заглядывайте Естественно Мне хочется вас обнять Очень крепко И меня в щечку А в эту Отлично Желаю вам всего Самого лучшего Потрясающего И невозможно Восхитительного Потому что вы этого Заслуживаете Как никто другой Это я вам говорю А я вам брать не буду Мы увидимся Совсем скоро На этом же самом месте Уже в следующем видео Пока